Следующий доклад. Отдалённый результат лечения больного меланомой 12-перстной кишки. Докладывает? Сахаров Алексей Александрович. Алексей Александрович Сахаров, да? Сахаров Алексей Александрович Сахаров, да? Сахаров Алексей Александрович Сахаров, да? Сахаров Алексей Александрович Сахаров, да? Мы нашли несколько всего статей. Непосредственно о меланомии 12-перстной кишки упоминается именно в двух статьях от наших китайских и греческих коллег, которых представлены по одному наблюдению подобных пациентов. С современной точки зрения на данное заболевание крайне противоречиво и обусловлено данной противоречиво, но в первую очередь малым количеством наблюдений данных пациентов. И существует то, что, по крайней мере, мы смогли найти две противоречивые точки зрения, то, что данная опухоль первичная в варианте, возможно, в 12-перстной кишке, либо данная опухоль невозможна. И существует только как метастатическое поражение 20-перстной кишки при невыявленной меланоме кожных покровов в их слизистах, либо при спонтанной регрессирующей меланоме. Целью нашей демонстрации является представить крайне редкий вариант данного заболевания и возможность его радикального лечения. В нашем диспансере имеется опыт лечения двух подобных пациентов с диагнозом меланома 12-перстной кишки. Пациентка номер один, она у нас лечилась в прошлом году, поступила к нам в клинику в апреле прошлого года, жалована на боль в подреберье, в мезогастральной области в течение 5 месяцев. Каких-то признаков стеноза 12-перстной кишки не было выявлено. Пациентка была обследована. По данным томографии была выявлена опухоль примерно 9 см в диаметре с нечеткими контурами, накапливающими контрастное вещество. По данным ФГДС данную опухоль выявить не удалось. Слизистая желудка 12-перстной кишки была без изменений. Рентгеноскопическое исследование показало наличие возможной опухоли нижней горизонтальной ветви 12-перстной кишки. На данном саде, к сожалению, цветопередача не очень хороша. Здесь имеется инфильтрация стенки 12-перстной кишки нижней горизонтальной ветви. 24 апреля пациентка с диагнозом внеорганная забрешинная опухоль перед операционным была направлена на оперативное лечение. При ревизии была выявлена опухоль, которая исходила из нижней горизонтальной ветви 12-перстной кишки, которая инфильтрирула мезоколом и распространялась до максимальной третьей тощей кишки. В пациентке была выполнена расширенная комбинированная резекция нижней горизонтальной ветви. Поджелудочная железа была не затронута. Была также резецирована максимальная треть тощей кишки и выполнена левосторонняя гемиколокотомия с лимфодисекцией корня брыжейки тонкой кишки. Гистологическое заключение показало, что это злокачественная эпителиоидная меланома. Препараты были направлены на иммуногистохимическое исследование, и диагноз меланома был подтвержден. Послеоперационный период у данной пациентки протекал без осложнений. Выписана она была на 12-й сутки. На данный момент время наблюдения составляет 11 месяцев. Пациентка обследуется, находится на наблюдении у онколога, и данных за прогрессирование заболеваний в настоящее время не получено. Второй наш пациент, мужчина, 57 лет, поступил к нам в отделение Ленинградского областного онкологического диспансера в 2008 году. Предъявлял жалобы на общую слабость, плохой аппетит, периодическую рвоту и тошноту. Болел в течение 6 месяцев до поступления к нам. В ананнезе у данного пациента лечение баклеточной лимфоцитарной лимфомы 4 стадии. В течение 2 лет пациент получал комбинированное лечение, проводилась химио-лучевая терапия. Достигнута ремиссия за 3 года до поступления к нам. То есть с 2005 года была достигнута ремиссия. Пациент периодически обследовался и находился на учебнике у гематолога. При поступлении было выполнено следующее обследование. ФГДС, компьютерная томография, рентгеноскопия желудка и 12-перстной кишки. И на фиброгастродуоденоскопии в нижнегоризонтальном отделе 12-перстной кишки была выявлена блюдцеобразная опухоль, циркулярно-служащая просвет. Рентгеноскопия желудка также подтвердила, был зарегистрирован до аденостаз. По компьютерной томографии органов вершиной полости, к сожалению, данную опухоль не увидела. Результаты патоморфологического исследования, по результатам биопсии до операции показалось, что это меланома 12-перстной кишки. Также мы выполнили иммуногистохимическое исследование, диагноз меланомы был подтвержден. 14 марта 2008 года была выполнена расширенная гастропанкреатодунальная резекция. Это вид опухоли во время операции. Опухоль также исходила из нижнегоризонтальной ветви, распространялась на мезоколон. До точек кишки распространялась она. И вот, собственно, была выполнена резекция с резекцией мезоколон. На макропрепарате можно видеть то, что большой додунальный сосочек сохранен. Большой додунальный сосочек сохранен и поражена вся нижнегоризонтальная часть 12-перстной кишки. Это вид опухоли. Гистологическое исследование после операционного материала также подтвердило диагноз меланома. Никакого поражения лимфатических узлов ткани поджелудочной железы и ткани желудка зарегистрировано не было. После операционного периода также без осложнений, как и у первой пациентки, одевантное лечение не проводилось. Через 5 лет после данной операции у пациента зарегистрировано прогрессирование баклеточной лимфоцитарной лимфомы. Начал получать лечение у гематолога до настоящего момента. В настоящее время пациента стабилизация. Период наблюдения составляет 7 лет. Прогрессирование меланомы, данных за прогрессирование меланомы не получено. И в заключении моего короткого доклада хочется сказать, что первичная меланома 12-перстной кишки – это крайне редкая опухоль желудочно-кишечного тракта. И, к сожалению, единичные наблюдения, как наши, так и мировой практики, не позволяют выработать каких-то стандартов лечения данных пациентов. К каждому пациенту требуется индивидуальный подход, но, тем не менее, радикальное излечение данного заболевания возможно. Спасибо за внимание. Кто желает задать вопрос? Интересное сообщение. Действительно, редчайшее наблюдение. Два, которые пришли на областной онкодиспансер. Например, за 10 лет, с того момента, как я работаю в городском онкологическом диспансере, у нас не было ни одного случая, чтобы имело место у пациента вот такое редкое заболевание, как меланома 12-перстной кишки. Вот я, Алексей Михайлович, здесь рядом находится. У вас, интересно, было такое наблюдение? Я не слышал. Кто-то может поделиться, но, во всяком случае, удивление составляет еще тот факт, что и в одном случае короткий промежуток все-таки времени – это 11 месяцев, а в другом случае достаточно длительное время – это 7 лет, без рецидивного течения, без специального какого-то лечения. В общем, интересные два наблюдения. Единственное, что вот вопрос, после того, как это, особенно у второго пациента, вы выполняли повторное исследование на морфологическое исследование с целью все-таки вот… Сомнения были какие-то в том, нет ли здесь какого-то… Сомнения были, естественно. А, де-факто. Да, спасибо за вопрос. Сомнения, естественно, были, но, собственно, для этого и выполнялось с нами иммуногистохимическое исследование, чтобы это подтвердить, собственно. Также были сомнения, что это метастатическая меланома. Пациент тщательно осматривался как до операции, так и после операции на предмет какой-то кожной локализации, либо локализации в слизистых. Был осмотрен в том числе и офтальмологом для исключения меланомы сетчатки глаза, но никаких подобных локализаций зарегистрировано нами не было. А пациентов не приглашали к нам сюда? Пациент приглашали. Данный пациент... А, сюда нет, к сожалению, нет. Хорошо. Пациент.